приветствую вас друзья вы на канале английский сасей и сегодня мы поговорим об употреблении артиклей географических названиях и да всех украинских националистов прошу заранее подготовить тапки для швыряния в экран потому что про украину тоже будет в конце этого видео так что обязательно досмотрите до конца поехали итак сегодня мы поговорим о том в каких географических названиях нужен определенный артикль да а в каких он не нужен и все зависит от типа географического объекта в названиях континентов городов стран определенный артикль обычно не нужен за некоторыми исключениями потому что нет правила без исключения когда мы говорим о городах москва лондон нью-йорк одисабаба бейджейн делай всегда без артикля за исключением одного города гааги за хейг почему так сложилось исторически это еще тянется и собственно говоря голландского языка и так далее так далее так далее длинная история но гаага будет в хейг если вам не нравится пишите жалобу в гаагский суд все остальные города без артиклей континенты asia europe africa australia america north america south america все это без артикля the за исключением того когда мы говорим про америку северную южную центральную все вместе это называется the americas the americas америке во множественном числе обратите внимание и с определенным артиклем the это будет тот та закономерность которую мы увидим и в отношении других географических объектов когда мы говорим о каком-то сложном географическом объекте который состоит из нескольких элементов объединенных в один такой географический объект тогда нужен испорт нужен определенный артикль за за америку за как бы берет много разных штучек отдельных и соединяет их вместе ровно то же самое происходит например с островами боли корсика сэсэлы без определенных артикля когда мы говорим про архипелаг целую группу островов тогда с определенным артиклем до за филиппинс за малдивс за бахамас все все эти группы островов филиппины мальдивы багамы и так далее они все с определенным артиклем до определенный артикль берет отдельные острова и объединяет их как бы в один архипелаг лингвистически говоря то же самое происходит с горами когда мы говорим про одну отдельную гору маунт шаста маунт эверест маунт киломанджаро мы используем без определенного артикля просто само название идет без артикля когда мы говорим о гряде гор о какой-то системе гор ни одной отдельно стоящей горе о нескольких горах вместе взятых массив горный тогда мы используем определенный артикль за он как бы берет гора 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 и объединяет их в одну какую-то гряду вместе the caucasus the alps the pyrenees the himalayas the rockies и так далее целая гряда гор состоящая из отдельных подобных элементов и где еще употребляется такой объединяющий артикль да это в названии стран обычно название стран тоже идут без артикля france germany ethiopia india но когда идет речь о стране которая состоит из нескольких элементов объединенных вместе в названии имеется ввиду подразумеваются какие-то объединенные элементы тогда нужен определенный артикль за за united states of america the united states the u.s. the usa во всех вариантах так как подразумевается какая-то объединенных штатов в одно нужен определенный артикль за то же самое с the netherlands там нет названий слова united но тем не менее нидерланды какие-то как бы отдельные нидерланды объединенные вместе the united arab emirates ну тут даже слово united есть the united kingdom соединенное королевство соединенное из отдельных королевств в одно большое королевство поэтому the united kingdom точно так же the russian federation российская федерация состоит из отдельных субъектов федерации объединенных в одно поэтому russia без артикля но the russian federation с артиклем the и название стран которые во множественном числе я уже назвала нидерланды the netherlands the philippines как название страны не только как название островов тоже с определенным артиклем the еще раз артикль the он как бы берет более мелкие объекты объединяет их в один сложный географический объект страна острова горы и даже the americas континенты как бы со собранный в один такой составной континент это с названиями островов городов стран что мы еще с вами видели континенты да что еще бывают какие географические объекты бывают озера то же самое название индивидуальных озер без артиклей lake baikal lake superior lake titicaca озеро когда одно без артикля когда мы говорим об озерах какие-то целая группа озер the great lakes великие озера в сша да где чикаго вот там вот как раз the great lakes с определенным артиклем потому что он собирает их в одну такую сложную сущность географическую что у нас еще бывает моря 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 тоже без без определенного артикля caspian sea black sea red sea и так далее реки осталось реки реки самое хитрое и сложное потому что здесь есть разница между американским и британским употреблением британское употребление с определенным артиклем даже если есть слово river поэтому лондон стоит на реке которая называется the river thames и слово river идет перед собственно названием поэтому будет the river что-то the river thames the river humber the river thine это на севере англии американское же употребление оно все нас точностью наоборот без определенного артикля и сначала название потом river mississippi river colorado river columbia river поэтому если вы в каком-то источнике видите the river volga то это британский источник а если там написано volga river то это американец а американец писал это если есть слово river то тут зависит от того как бы в каком английском мы с вами находимся если нет слова river то тогда будет обязательно с определенным артиклем без river the nile the amazon the volga the mississippi даже американское mississippi все равно будет с определенным артиклем да вот попробуй тут не запутаться но еще раз основной лайфхак географических названиях в целом обычно идет без определенного артикля определенный артикль у нас идет там где есть какая-то объединенность более мелких объектов в один более сложный и вот такой немножечко наверченное более сложного потребления с названиями рек украина как же без нее здесь мне задали вопрос собственно это видео было вдохновлено вопросом от зрителя че имя я не могу прочитать тут буковки циферки непонятно что это немного политики вам в комментарии есть такой спор в на украине в английском языке украина как страна является исключением из общего правила что имена существительные собственные употребляются без артикля то есть за и украин если вы если объяснение этого исключения наподобие того чтобы чудесно изложили видео там где это было приписано видимо спасибо за комплимент объясняю рассказываю за и украин это старое употребление так говорили про украину когда-то давно когда она не была часть своим собственным независимым государством называлась the ukraine также как the far east например до дальний восток или the far north крайний север а когда она была частью ссср она рассматривалась соответствующим образом а с тех пор как украина стала независимой страной это употребление the ukraine ушло сейчас уже никто так не говорит ukraine если вы посмотрите даже допустим статью в википедии разумеется смотреть нужно какой-то текст если мы говорим например на названиях стран где-то нужен артикль да где-то не нужен артикль да но если вы откроете например меню да и списочек стран там тут это то то что чем-то там разных стран выбери свою страну да укажите вашу страну и идут все страны в алфавитном порядке там конечно никакого артикля перед названиями таких как стран как the netherlands the philippines the united states стоять не будет и все страны алфавитизированы собственно по своему названию но это исключительно для удобства да а смотреть нужно в тексте где-то в предложении все находится а если вы посмотрите на более-менее современные тексты последних там 30 лет the ukraine не употребляется поэтому вопрос немножечко устарел тапки можно кидать уже а мы с вами увидимся в следующем видео задавайте ваши вопросы в комментариях ставьте лайки делитесь ссылкой с друзьями и конечно подпишитесь на этот канал если вы еще не подписались а то что же так смотрите на халяву все счастливо до следующих видео пока